Здравствуйте всем, кто меня, Лидию, смотрит сегодня со своими криминальными историями. Как я в прошлый раз и обещала, сегодня продолжение величайшего дела в моей жизни, это банда. Я сегодня хотела бы рассказать о тех сложностях, чисто такого социального, технического характера, с которыми сталкивается следователь в ходе расследования того или иного дела. Особенно такого огромного, которое пришлось расследовать мне. Во-первых, организация любого следственного действия, которое связано, положено, с выездом на место происшествия, так называемый следственный эксперимент, при проверке в Казани на месте обвиняемых, подозреваемых. В те времена, 90-е годы, при всеобщем дефиците всего и вся, машин, как правило, в прокуратуре, это откуда, если только прокурор возит, либо заместитель на худой конец, а следователь, извините, никогда. Значит, все это ложится на милицию. Милиция тоже нищая и бедная. Машина, если и есть, то поломатая. Если даже и на ходу, так бензина нет, потому что с бензином перебои были в Киеве. Тут и охрана, тут и момент вывода организации, сколько это времени занимает. Тут и доставление из СИЗО, то есть из следственного изолятора, а он в соседнем городе находится. Автозак, как правило, один. Рассчитаны, ну, человек на 20, если вот как селедок их уплотнить, и там один стакан, так называемый, то есть это изолированный такой отсек, чтобы, если доставлялись подельники, чтобы они не общались в ходе перевозки. А тут, извините, банда целых 19 человек. Ну и каким образом? А я ведь не одна, и дело это не одно. Но в милиции там вообще вал, ого-го какой, и арестованных, тьма. Им тоже нужно для производства следственных действий доставлять обвиняемых, арестованных. Рассадка по камерам. Камер тоже 20, положим. Непременно надо, чтобы они по одному сидели и не общались. А к тому же там отдельные камеры, подусмотренные для содержания несрочнолетних и женщин. Плюс еще камера так называемых мелких хулиганов, которые к административному аресту. Вот в этом сложности. А в СИЗО, к положим, то там у них чесотка образовалась, карантин, не выдают. То там еще туберкулез обострился, а таких масса с открытой формой туберкулеза. И его увезли вообще в больничку, так сказать, тюремную. А это в Красноярске, и неизвестно, когда он там отлечится. Ну не меньше месяца, по крайней мере. А сроки-то идут, а это два божества, так сказать. Сроки и качества. Ой, прежде чем продлить срок следствия, ну и тогда еще прокурор продлял, свыше 6 месяцев, это генеральный прокурор уже. Наслушаясь, вместе с постановлением о сбужении и ходатайстве о продлении срока следствия движения под стражей, надо бы нам еще приложить, так сказать, приказик о наказании. Потому почему изложить причины внятные, по какой причине они вложились в установленном законном срок и так далее. А то и лично еще вызовут при дочери генеральную. Ну там-то вообще туши свет. Вот такого рода. Ну, как-то выходили из положения. Тут милиции. Ну, я всегда нежно любила всех оперативников, с которыми мне приходилось работать, потому что прилагали, ну, не человеческую изобретательность, всякую, дабы добыть и машины, и охраны, и вывезти. Опять же, видеосъемка. Поскольку дело очень сложное, а в те времена это только-только появлялись. Кстати, видеокамеры в прокуратуре это не было. Опять же, милиция для оперативных целей. Одна камера, кассеты тоже. Вот и и. Ну, видимо, там я еще научилась держаться перед камерами, потому что, ну, здесь вот, как бы и до сих пор не любят сопровождать аудио, видеосъемка и следственное действие. А почему? А потому что, как говорил еще Петр Первый, так сказать, говорить без бумажки, без всяких этих суфлеров, дабы дурь каждого была сразу видна. А здесь-то прокололся дважды два. То есть, не так разъяснил права, не так вступил, не назвал там внят на дату, время, окончание участников, всем разъясняешь права, понятым, специалистам, обвиняемым. Ну, там целая куча. Плюс еще сам процесс. Не дай Боже расценят, как наводящий вопрос, который ты задал. Не дай Боже будет видно, что, ну, например, в предследственном эксперименте оперативник в целях, так сказать, дабы не избежал арестованный-то, цеплял обычно одну руку наручником с рукой арестованного. И вот они идут. Вот он рассказывает, куда он идет, что он там делал, чего и как. А наручники-то надо, чтобы не видно было, иначе расценят это, что его не сам он идет, а его ведут. Ну, там масса, так сказать, вот этих сложностей. Но поскольку дело очень сложное, с доказательствами, как говорила, ну, что дело прошлое было достаточно трудным, вот приходилось вот так вот, как бы, закреплять все эти следственные действия. Это одно. Ой, а потом. Банда-то многонациональная, можно сказать. Пять ратувинцев, восемь, так сказать, азербайджанцев, один татарин, ну и русских, небольшая кучка. Так вот, проблема вот в чем. Закон обязывает предоставить обвиняемому, если он не владеет в достаточной степени русским языком, а у нас на всей территории Советского Союза судопроизводство на русском языке только производилось, если он недостаточно владеет русским языком, то следователь обязан ему предоставить переводчика. Причем переводчика компетентного, не просто человека с улицы какого-то и так далее. И вот тут-то, так сказать, засада такая. Ладно бы еще, там англичанин, немец, француз, да бог знает кто. Можно было бы тут теперь институт, даже Синьяза, либо там еще как-то, как-то бы мы из этого положения, естественно, вышли, проблем бы не возникало. Но это же азербайджанцы, это туинцы, и поэтому института, извините, переводчиков у нас нет. И как быть? Естественно, каждый обвиняемый старается затянуть следствие, потому что чем дальше, так сказать, от момента возбуждения, от момента ареста и до суда, тем, так сказать, и общественное мнение как-то угасает. Да и, ну, тут масса вот таких вот чисто субъективных сложно достаточно потом. От этого, я так полагаю, зависит в большей мере и наказание. То есть разбег-то такой, например, от 8 до 15 есть смысл, или 8, или 15. А в зоне, как говорят, в местах лишения свободы, там не только год, там один день очень важен. Так вот, затягивать следствие нужно. И тут изыскивается масса всяких разных заморочек. А тут сам Бог велел, закон позволяет, предоставит мне и даже обязывает переводчика. Извольте, представьте мне переводчика, например, на азербайджанский язык. Или на туинский, туинец тоже в позу встал. А я ничего не понимаю. Да боже ж ты мой. Ну, всем понятно и ясно, что раньше русский язык был обязателен на всех территориях Советского Союза. Это профилирующие, так сказать, и все производилось на русском языке. А уж если родной язык, там, ну, что-то как-то преподавался, там, где азербайджанский, туинский, там, или украинский, это уже их проблемы были, было, не было. То есть изначально каждый владел русским языком в достаточном мере. Зачало в школе, потом и дальше. Более того, все эти Гамбарова-Миреева, организаторы банды, я уж не говорю о прочих, они вообще проживали здесь, вот, у нас, в России, 20 лет. 20 лет, и только наездами, там, на родину раз в год, может быть, наезжали попроведывать жену, там, детей, и больше ничего. То есть всем понятно и ясно, что русским языком они в достаточной степени владеют. Более того, своим-то родным так, ну, на уровне бытовом. А вот, а вот. Ой, боже мой. Давайте мы искать, ну, естественно, оперативник, уже шестить всех и вся эту диаспору изербайджанскую. Кто бы согласился, а проблема? А проблема в том, что как бы вот такая корпоративность, будем так говорить, да? По секрету так сказал один из изербайджанцев, все отказываются, нет, и все тут. Нам велено, вообще, там, на родине, сюда доходят. Никогда, ни по каких обстоятельствах не вступать с правоохранительными органами в какие-то отношения. В любые, ну, что здесь такого-то переводчиком. Дело твое сидеть, как этому болванчику, так сказать, и тупо переводить. Я буду вопрос, он будет, пусть он по-азербайджански там лопочет, а ты мне будешь переводить, я буду записывать. Нет, и все. Ну, бились, бились мы. Ну, ломали одного, кое-как. Ну, кое-как ломали. Владеешь, ну, как бы владею, да. Азербайджанский язык изучал, русский в свое время тоже изучал, в достаточной мере вроде как владею. Но ведь следователь обязан убедиться в компетентности специалиста, которого привлекает к участию в следственных действиях, ну, и того же переводчика. Как я могу убедиться, в достаточной ли мере он владеет, например, переводчика азербайджанским и русским языком. Ну, как? Так, диплома, так сказать, какого-то высшего образования в той или иной мере он не имеет, естественно, и тут и быть не может их. Ну, хода бедно ломали одного азербайджанца, в частности, привлекли его, начинаем мы. Он слушает азербайджанец, ну, тоже положим Гамбаров, не пойдет, не понимаю, как не понимаешь. Ну, вот азербайджанец натуральный, вот он твой земляк, можно сказать, вон оттуда. А у нас местность другая. У нас буквально в соседнем ауле, там наречие совершенно другое. И я вот лично не понимаю того, кто разговаривает со мной вот из какого-то другого селения. Да, боже ж ты мой, делать-то что? Ну, в общем, бегали мы, бегали. Ой, кое-как мы уже перебрали, наверное, пятерых, а это достаточно сложно. А где же еще-то брать? По концовке я сказала так, даже вынесла постановление. Я назначаю переводчиком вот именно этого человека. Я пришел к поводу, что он в достаточной мере владеет и русским, и азербайджанским языком. Понимаешь, не понимаешь, он будет участвовать. Вот и все. Ну, тут уж я, конечно, отделать то, что шла на заведомое нарушение. Как еще-то убеждаться, что он понимает этого. Ну, в общем, привлекли к участию. А там не только при допросах, положим, требуется переводчик, но и потом при ознакомлении с материалами уголовного дела. Каждый, каждый, каждый документ он должен переводить. Ну, здесь все-таки специфика юридическая чисто. Эти реминологии, немножечко нерусская, будем так говорить, и не азербайджанская, чисто юридическая, сложности-то какие-то, ну, более-менее выходили из положения. Плюс еще нужно переводить и на письменно. Письменно, то есть, ладно бы еще там, ля-ля-ля, он волакает по-тувински или по-азербайджански. А вот когда письменно начинает постановление привлечения в качестве обвиняемого, где вот такие, значит, тогда-то, тогда-то, там, имея ум и силы, как это вот изобразить по-азербайджански, вот он ломает голову бедняга, как это все изладить. Ну, тем не менее, плюс еще и вручить этот переведенный документ на язык обвиняемого, например, постановление привлечения в качестве обвиняемого. Ой, в ложности еще с адвокатами тут еще. Какие-то в давнишние времена положено двух, ну, пара-трех адвокатов, но город достаточно было вполне по всем делам. В 90-е годы, правда, их развелось уже много, ну, может быть, 20 было адвокатов в религистской консультации. Так-то, выходит, мне нужно оголить буквально все суды, все милицейские и прокурорские дела и прочее, прочее, дабы участвовали у меня 19 адвокатов, каждому требуется отдельный адвокат. И больше никак. Адвокаты все в голос орут. Никто не желает участия в таком огромном деле. Он лишается заработка. Потому что как потопаешь, так и полопаешь. Они все по назначению, потому что все обвиняемые голы, как соколы, так сказать. А по назначению денежку платит, ну, в то время еще все это начиналось, на следствии прокуратура, а когда суд, то суд поплачивал. Определенный такс, ну, положено 100 рублей в день. Деньги, ну, не как усинки для адвоката. И вот начинается рев и крик, адвокаты тоже начинают, так сказать, лазеть, как бы это улизнуть из этого дела. Ой, то, значит, они скопом все заболевают. У них иммунитет пониженный, а там есть туберкулезники, общаться с ними никак нельзя. То у них там еще целая бочка арестантов всяко-разных отговорок. И вот начинается, значит, замена вот эта вот. А чтобы заменить адвоката, требуется обязательно согласие обвиняемого. Ему так как бы все равно, какой он там есть. Но есть зато зацепка настаивать на своем. А вот не согласен я. На другого, на замену. Пусть у меня этот будет. А собрать кучу. Вот, значит, намечаю следственное действие. Обвиняемого, слава богу, арестованного привезли. Переводчика назначаю. Вот тогда-то, тогда-то. Адвоката назначаю. Тогда-то, тогда-то. Ну, и тут вкрадывается куча объективных обстоятельств. И субъективных, и объективных, и всяко-разных. И получается, Ванька есть, Петьки нет. Петька есть, Ваньки нет. Появился переводчик. Адвоката нет. По тем или иным причинам его не бывает. Назначая другое время, собираемся в кучу кое-как. Есть адвокат, переводчик не может там куда-то, чего-то какие-то. О, боже, что мой, сколько было срывов. Это просто невероятно. Плюс сам процесс этого перевода. О, мамо мне. Ой, я никогда в такой ситуации не была. Участие переводчика. Было, правда, одно дело еще на земле. У меня был обвиняемый глухонемой. Но, чтобы переводчика найти, как-то труда не составило. Глухонемых у нас много. И они, более-менее, владеют этим языком. А вот здесь, вот, значит, тувинец, например, сидит. Который изображал себя вообще не владеющим русским языком. Он даже слова по-русски не векал. Даже которую часть не скажет в ней в жизни. Только по-тувински. Задаю вопрос переводчику. Вот переведите. Я задаю вопрос такой, ну, абсолютно, на который можно ответить одним предложением, например. Переводчик. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И так минут пять я сижу, слушаю. Так, перевел? Угу. Пусть это едет теперь. Тот начинает отвечать. А-а-а-а, руками машет, и опять минут на 10 там такое, что сказал? Он, блям-блям, в двух словах. О, боже ж ты мой, ну тут переговоры велись уже вон, а я откуда знаю, о чем они там ловочат. Или о своем, или он им поручения какие-то дает ему, либо там еще чего-то, вообще нет. Ну, вот так, худобедно, вот эти вот заморочки просто преследовали весь ход расследования и все остальное. А когда уже началось ознакомление с делом, у меня в этой группе был один, который, чисто следователь, вот эту вот процедуру осуществляла ознакомление. Вот положим, надо бы на каждого обвиняемого ознакомить не только с заключением каждой экспертизы, но и с постановлением назначения экспертизы. И перевести там, и так далее. А экспертиз море, начиная с судебно-медицинских и кончается судебно-психиатрическими, бог знает еще каких. Целый том только одних протоколов, порядка четырехсот. Это же каждого меня нужно вызвать. Это опять адвокат, это опять переводчик, это т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Время тратится невероятно на много, но правда у меня исследователь такой был грубый, и юморной, и быстрый. Вот, к примеру, Тувинцеву предъявляет постановление назначения или заключение экспертизы. Вот заключение судебно-психиатрической экспертизы, например, Миреева или Азизова. Тувинцев говорит, тебя сильно интересует психическое состояние Азизова? Тот, нет, все, понял, расписывайся, что-то ознакомился, ну и так далее, чтобы скорый процесс. Конечно, незаконно, что это так. Ты этот Тувинец, даже слово экспертизы в жизни не знал, не то, что там завить какие-то ходатайства или еще о чем-то. Но, тем не менее, тарифы они вот таковы. Вот, как раз здесь хотел, в связи с переводчиком, вот что сказать. Ну, худобедно договорились о деньгах, о том, что, вернее, так, первый переводчик, который сейчас его по делу, назначила, ну, он чисто, так, ладно, денег я никаких мне не надо, так сказать, я требовать не стану. Буду чисто вот на добровольных началах, вот из уважения, ну, вы знаете, как восточные люди. Ладно, ладно, хорошо, очень чудесненько. Потом, когда, забегая вперед, скажу, что дело все-таки не вернулось на дополнительное расследование, это вообще драма, целая трагедия, это все по новое начинать. И именно из переводчика, где они заявили, те же самые из уважения, что переводчик, переводчик они не понимали, что переводчик никакой сенький, языками не владеет, на всякий случай суд, да, 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 да. А сам-то ведь тоже не может удостовериться, так ли это. Ну, извините, права обвиняемого, тут уж превыше всего. Давайте-ка мы попробуем вернуть на расследование, и пусть расследователь еще побегает, поищет более квалифицированного переводчика. Вот опять бега дня началась, потом, оу, ай, мы бюджетная организация прокуратуры. То есть, все до копеечки расписано, каждая статья расходов. И расходы, положим на переводчиков, там, ну, никак не присмотрены. А, следовательно, нужно обращаться с ходатайством, с запросом в Генеральную прокуратуру, дабы они выделили деньги. И вот, когда мы худо-бедно нашли хоть какого-то переводчика, которого было лучшее образование, конечно, не филологическое, а техническое, но не важно. Ну, более-менее, по крайней мере, он как-то более-менее владел, заменили, заменили. Он запросил за перевод письменный, в частности, например, объединительное заключение, оно на 140 печатных листах. Его еще надо было уже рукописно написать, нет же машинок печатных с альбуржанским текстом. Он запросил немного-немало 8 миллионов. Правда, это были не динаминированные, так сказать, рубли, но, тем не менее, сумма достаточно. Я там как завопила, как заверещала, ай-яй-яй, да я сама за 8 миллионов, а здесь, пожалуйста, язык выучи какой угодно. Но если бы мне позволено было, следовательно одновременно быть и переводчиком. Полетела я в прокурор республики, вот так и так, вздурела, что ли, с ума сошла, откуда такие деньги-то? Да мне в Генеральную вообще пошлют, а мне-то что делать? У меня сроки, у меня... Ничего не знаю, короче, вот такая вот, ну, тупик, не так нельзя, не этак нельзя. Ну, кое-как договорились мы, значит, что половину денег мы, 4 миллиона, как-нибудь найдем, ой, вторую половину, а потом вот такие вот проблемы. А, помнится еще тогда, это был второй случай в моей практике, я, по-моему, не говорила, когда рассказывала о братьях Крыловых, убийцах. Там вот этот братья старший, которого я всячески уважала, конечно, не из милосердия, а чисто меркантильно. Мне нужен был контакт его показания по всем эпизодам, когда ему колбаски, там, чай и прочее таскала на свои собственные деньги в ВВС. Так вот это он там выломал каким-то образом изнар вот такую вот железяку, с кабатом такая, и затачивала ее длительное время. Ну, затачил достаточно, так сказать, ну и размер она была, меня-то проткнует, насколько еще останется. Несмотря на то, что обыски проводятся в камерах следственных, вернее, где содержится ежедневная, и даже и не раз, тем не менее, ее не обнаружили. Но, главное Бог, мы потом, перед тем, как выезжать с ним на следственный эксперимент, как-то вот обнаружили эту заточку, и зелено потом долго у меня в сейфе лежало. А по этому делу, по-бандитскому, когда мы устанавливали всех этих лиц, Миша, Федя и прочие дела, шерстили, конечно, всех лиц фарской национальности, причем сплошь, но сплошь, тягали всех и все, дабы установить, те, кто был участником банды. И вот в один прекрасный момент у одного из дербуржанцев находят бумажку со всеми моими данными, фамилиями, отчеством, адрес, там, вот это фунт изюм. Родинники мне, конечно, сообщили, говорят, ну и все, ну и так, и так, а делать-то что? Ну и что, охрану ко мне, естественно, не приставят, да и вообще, так сказать, ничего не поделаешь тут. Ой, муж у меня непокойный, царство небесное, как заверещал, когда я ему имела глупость сообщить, что диму вот так и так, как заверещал, как заблазил, да, все, увольняйся, сию секунду увольняйся, тебе жизнь что ли недорога, ты о нас подумала с дочерью и вообще, нафиг все эти дела твои, вот вопрос ребром, увольняться и тут. Дочери, значит, ей в то время было 9 лет, дочери наказывают, по пути из школы, школа никому ни с кем не заговорить, не останавливаться, машина не садится, естественно, дома никому не открывает, целый кипиш. Ну вот тогда, в те времена, как раз вот работников прокуратуры переравняли, так сказать, к воинским, там доплата за классный чин, сразу возросла за выслугу там, и как раз в это время разрешили ношение оружия, пистолета Макарова. Ну тогда уже руководство постановило выделить мне пистолет, я, правда, ее в руках никогда не держала, но тем не менее, выделили мне пистолет, заместитель прокурора республики Казим Владимировича, тоже не на покое, царство небесное ему. Он говорит, носить нечего, вот когда придумаешь себе, так сказать, кабару, там где-то на бедре или еще, где ты будешь таскать, извините, она будет видна. Да и вообще, ну обучили, там послела, что-то как-то. Ну это не панацея, конечно, каждый знает, что если убить, будь ты хоть чем-то вооруженный, сохранный, если к тому примеров у нас в России множество. Но тем не менее, вот так. Ну, правда, не знаю, каковы были там планы этих самых азербайджанцев в моем отношении, то ли подкупать, то ли убивать, то ли, я уж так не знаю, так не дознались, не дознались, все таким образом вот и шло. Испугалась ли я тогда? Ну вначале да. Вначале да, как-то мандраж первый день, думаю, вдруг, никогда в такой ситуации не была. Ну а потом как-то все это сошло, работа, дела, тут вон какие заморочки, не до собственной безопасности. Ну, в общем-то так обошлось все это дело. Ну, что по этому делу? И на доследование, значит, потом вторично все это направило дело в суд. И я вот говорила в прошлый раз, что я его... Лишь бы закончить, потому что техническая сторона... То есть даже вот подшить... А тома были даже по 400 листов, не говоря уже, а томов целых 40, все это уголовное дело. Даже подшить это нечем. У нас одна вот игла была в свое время, большая, чтобы шилом, значит, там протыкаешь, пять дырок, дабы все это уложить, подшить, потом корочки, все это, чтобы переплетено было, как книжечка такая красивенькая, в описи и прочие дела. Так вот, игла-то не берется только, и шила никакой. Я попробовал один том подшить. Вот здесь вот сразу мозоль такая вскочила, и все это потом разворалось, но никак. Дрель нашли, потому что в те времена и с инструментом было сложно. Дрельку эту нашли, сверло, бац, на первом же томе сверло сломалось, больше негде взять. Гвоздь там зажали каким-то образом, начали когда сверлить гвоздем, он греется, естественно, и дырки эти начинают просто-напросто гореть, поэтому оплавленная вся эта бумага, вот эти отверстия, потом подшивать, они, так сказать, были несколько обгоревшие. Ну, тут масса этих всех. А скопировать, вот, значит, я составляю обвинительное заключение. Составлял я его как? Пока знакомится я, эта машинка, значит, обыкновенная. Конечно, можно писать и потом секретарю, но секретарь-то один, а следователей много, да он еще и работает на весь отдел, так что исключено, сам печатать. А опечатки, потирки и всякие исправления в постановлении, например, о привлечении кости обвиняемого, не допускается вообще. Представьте себе, я напечатала, положим, даже без интервала, чтобы уложиться, так сказать, в бланк, я уже напечатала полностью, например, постановление и опечатка. Это значит все, надо по-новому все перепечатывать, все это. Времени масса уже. Когда я составлял обвинительное заключение, времени не хватает катастрофически, поэтому целый день, значит, я тружусь в отделе, а потом вечером, часов, значит, к 12, я выделил мне еще одну портативную машинку, я, значит, футляр машинку, другой дипломата я, ну, там, ов 4-5 дел, дел с собой, дабы, значит, ссылаться на листы дела обязательно при введении доказательств, и домой, пешком, какая там, хотя, естественно, ни в коем случае нельзя уголовные дела выносить, а куда деваться, пешком, или на автобусе, на троллейбусе, еду домой, и потом всю ночь я сижу, печатаю до утра. Не спала даже не чуть-чуть. Утром я подхватываюсь опять с этими чемоданами, волокусь в отдел, и там все это по-новое, печатаешь, перепечатаешь, ой, вспомнить страшно. Просто-напросто. И вот здесь-то я и говорю, что никто бы никогда обвинительное заключение не составил, кроме меня, потому что вникнуть в это дело, вот все, казалось бы, там и схемы, и прочее, вот все доказательства в кучку собрать, это просто невероятно было. И поэтому, какова была моя радость, когда первый раз я закончила это дело, как сейчас помню, это было 10 января, после новогоднего праздника и прокурор обвинительное подписал, направил дело в Верховный суд. Радости не было предела, просто не было предела. Я чуть ли не резгинку там танцевала по всему отделу, надо признаться, я даже купила бутылку-коньяку и расхаживала с этой бутылкой и с фужером, не только по всей прокуратуре, ребята, ребята, я закончила, я закончила, давайте выпьем добрый путь, чтобы это, и не только, я даже Верховный суд, извините, прониклась, я всех знала, товарищи, товарищи, я закончила, вот оно вам делится. Естественно, все мордочки кислые, или, ой, 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 это же дело такое огромное, это же сколько сложностей, а сложностей действительно много, потому что, ну вот скамьи подсудимых, положим, знаете, это обыкновенная барьерщика, как раньше в зале судебного заседания, ну, вмещается туда, ну, 4-5 человек, положим, да, а здесь-то 19. И вот, значит, начали спешным порядком перестраивать все эти скамьи, к тому же, все это зарешечивать надо было, потому что особо опасные преступники, и почти у всех, значит, мерное наказание, смертная казнь предусмотрена, 77-я, там, 102-я, понятное дело. Расходов, естественно, немерено, суд тоже бюджетная организация, все это готовили в зал, самое большое уже выделили, чтобы как-то их там уместить, это охрана, это все на свете. Ой, боже мой, проблем целая куча, я говорю, руты чисто технических. И вот настал этот великий день, когда начали рассмотрение этого уголовного дела Верховного судей. Я как раз утром прихожу на работу, а Верховный суд в одном здании с прокуратурой, то есть один этаж прокуратуры и суббрики, и городская, значит, на втором городской суд еще был, на третьем Верховный суд. Там два зала, как сейчас помню, было судебное заседание. И вот, значит, я как раз захожу, на 9 часов назначено оно было, как доставляли этих обвиняемых, ну, теперь уже подсудимых, из Минусинска, именно к этому времени нужно было сколько, ой, само Богу известно, где тогда были еще автозаки. И вот я, значит, подхожу к зданию пятиэтажной прокуратуры, это, в принципе, центр города, перекрытый гаишниками, оба конца, значит, этой улицы, все стоят, никого не пропускают, все в объезд. Так, подхожу к зданию, значит, захожу на первый этаж, тишина кругом, все удалены, нигде никого нет, никому не выходить, тут, значит, с мигалками гаи сопровождают, впереди автозак, такого никогда в истории не было. Автозак, значит, сопровождает гаишная машина и спереди, и сзади. Причем они едут из Минусинска, из тюрьмы, когда там их всех загрузили, вот таким макаром только, специальное сопровождение. Залетает, значит, они в двор, там черный ход, через который заводятся двора, в фойе есть и лифт. Я, значит, приостанавливаюсь, смотрю. Значит, так, залетает гаишная машина, становится, потом автозак, потом, значит, выстраивается с автоматами охрана, еще воинская вокруг. Причем тут же еще две овчарки, которые рвутся, значит, с цепи от кинологов, просто лай невероятный, открываются двери, значит, по фамилии выводят, положим, первого, потом второго. Собаки вот только у дверей прямо вот так и норовят, разорвать, можно сказать, лай невероятный. Естественно, подсудимые эти все азербайджанцы, туинцы, особенно туинцы, они такие мосикусенькие, субтильные. Они, значит, боятся до смерти. Кое-как, значит, их выводят, быстренько наручниками сцепляют их по трое, по трое, вот так, здесь же, и в сопровождении собак бегом, бегом заводят фойе, впереди, значит, автоматчик, сзади тоже автоматы, собаки за ними, и по лестнице. Бегом, команда, бегом! И вот они бегут, собаки за ними, автоматчики, ой, дурдом! Везде, значит, народ весь зашрубанный по кабинетам, нигде никого никак, всем верен, сидеть, лайк, крик, значит, ляск, и вот их, вот так вот, по трое, по трое заводят, усаживают в зал судебного заседания. Но это что-то. Вот тогда я, как говорила, с такой помпой, с такими предосторожностями, никогда такого я даже не видела в кино, вы знаете. Вот это да! А я-то, а я-то, бедная овечка, одна всегда с ними, куда угодно, и чего, и как, а тут гляди-ка ты, как бы там судей-то не обидели. Ну, вот так. Так рассматривали дело первый раз, потом и вторично, с не менее, и сложности было массой. Ну и, чем дело кончилось, зачем сердце успокоилось в оконцовке-то. Ушла 77-я банда, исключила я суд, хотя я доказывала, были показания к вам Герамова, что было ли у них несколько автоматов. Был ведь у нас и стрелянный один, один потерпевший из малокалиберной винтовки, а нужна для банды непременно вооруженность. Суд счел, что доказательств недостаточно. Для этой статьи оставил только вот всякие 102-е, со столька 6-е и так далее и тому подобное. Ну, поскольку делится само по себе достаточно, ну, с доказательствами не очень, конечно, все в основном накослено, всяко-разно. И смертное наказание тоже, в общем-то, не больно-то. По крайней мере, к смертной казни никого не приговорили. Вот смотрите, вот брат Крылова одного все-таки за 6 трупов приговорили к высшей мере и расстреляли в концовке, а вот здесь за 14 нет. И организаторы, ведь банды и прочее, организаторы, значит, максимальным сроком 13 лет лишения особого еще. Все остальные, исполнители и прочее, 12, 11, 10, ну, и так далее, до пособников там минимально. Вот так. Ну, сказать, что я была недовольна, я не знаю, но хоть как-то, хоть как-то рассмотрели, приговор потом устоял в Верховном суде, оставили его в силе. Вот так закончилось это дело, на котором я просто, я не знаю, столько седых волос и столько нервных клеток потратила. В основном, говорю, на организацию, на технику, на все остальное, невероятно сложное дело, невероятно громкое, вот если наша дочка моя сделает заставку, я хотела, значит, вот когда, естественно, тогда несколько было телепередач снято по этому делу, а я писала всегда, в смысле, в следственной действии проводила, значит, в УГВД в одном кабинете, значит, дабы нам никто не мешал, а ребята приколились такие, в этом кабинете, как раз вот я сижу, стол, а за мной сразу, там такой большой плакат, такой, алый фон, а на нем, значит, волк, в профиль, вот так, черным, такими, штрихами, и внизу, на пись большими буквами, там, мобовский волк тебе, товарищ, и вот я на этом фоне, значит, провожу следственные действия, допрашиваю, там, ученистарки, ну, и много всего, ну, и естественно, для телепередачи, видеоряд же нужен, и поэтому я милостиво разрешала воспользоваться фрагментами, вот, следственных действий, то есть, подопросов, и прочие дела, и заставка даже, вот, в этом, в этом криминальном телеканале была именно такая, значит, музыка такая соответствующая, ду-ду-ду-ду-ду-ду, и вот, вот этот плакат, крупным планом, на красном, вот этот самый волк, вот так, к сожалению, я писала все телепрограммы, просила, значит, телевидение, чтобы мне переписывали их для коллекции, будем так, говорить, и, вы знаете, вот просто-напросто я хотела вот и в этих своих рассказах как-то их процифровать, куда-то подевалась, вы знаете, эта кассета, я сейчас помню, все это было на одной кассете под названием «Мама», это дочка моя изобразила, вот, не случилось, так сказать, проилюстировать-то нечем, а почему вот «Волк» у оперативников, когда они заводят оперативно-поисковое дело, обязательно, как следует возбуждать уголовно, так у них оперативно-поисковое, и туда они все-все-все-все оперативные материалы, есть первая часть, вторая секретная суда, вот, и присваивают там не только номер своего там оперативные, но и называют его такое, так вот, вот это вот оперативно-поисковое дело, это дело было под названием «Стая», «Стая», вот так, «Ёмко» было названо, ну вот так наша «Стая» и закончилась, на сегодня все, до свидания, всего доброго.